Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава книги Судьи или книги Вождей, как я в своем переводе ее назвал, продолжение истории Самсона. Тут уж Самсон что-то совсем в ударе. В 14 главе была его свадьба, на которой он загадал загадку своим новым родственникам по браку, свойственникам Филистимлина. Они не смогли ее отгадать. Потом жена Филистимлинка выпадала у Самсона ответы. Они дали правильный ответ, и Самсон для того, чтобы с ними расплатиться, ушел в другой филистимский город, перебил там 30 человек, снял с них одежду и принес эти. Ну, какой-то просто бандит с большой дороги. Но с самого начала про него говорилось, что он должен избавить израильтян от Филистимлин. И он, надо сказать, начинает это методом, в общем-то, террора прямого. 15 глава продолжает это все и еще в больших масштабах. Через некоторое время, в пору жатва пшеницы, Самсон пошел повидать свою жену, взяв с собой для угощения козленка. Он же бросил ее, прямо после свадьбы. Он потребовал, дайте мне войти в комнату к моей жене, но отец не пустил его. Он сказал, я бы решил, что она надоела тебе и отдал ее твоему приятелю. Вот ее младшая сестра, она еще лучше, бери ее в жены вместо той. Но Самсон на это ответил, какое бы зло теперь ни сделал я Филистимлинам, не будет то моей вины. Вот точно. А он искал повод. Его брак с Филистимлинкой – это повод, чтобы потом было на что обижаться. Странная история. Но еще раз я, наверное, подчеркну, что вот в этой книге, книге царства или книге вождей, рисуется Израиль таким, каким он был. То есть здесь нет чего-то такого очень гладкого, хорошего, прилизанного. Здесь все довольно жестко. Но таким оно, судя по всему, и было. Так что Самсон пошел и поймал 300 лисиц. Он приготовил факел и связал лисиц с хвостами, попарно еще и животных мучил, кстати. Привязав по факелу между каждыми двумя хвостами, поджег факел и выпустил лисиц на Филистимские поля. Так спалил он изжатый урожай и колосья на Ниве. А кроме того, виноградники и масличные сады. Стали Филистимли не выяснять, кто это сделал. Ответ был найден – Самсон, зять того человека истима, который отдал жену его приятелю. Тогда Филистимли не отправились и сожгли и ее саму, и ее отца. То есть Филистимли не еще круче. Уж она-то и отец точно ни в чем не виноваты. А Самсон сказал им, раз вы так поступаете, то я не успокоюсь, пока вам не утомщу. Он устроил им побоище, а потом расположился в ущелье Этамской скалы. Вот он идет по такой модели эскалации. И на каждом шагу он все больше и больше разжигает эту вражду. Он все тяжелее и тяжелее реагирует. И Филистимли не реагирует на насилие насилием. Будет ли предел? Филистимли не выступили в поход и встали лагерем в Иудее, добравшись до Лехи. Люди Иудеи спросили их, зачем вы выступили против нас? Филистимли не отвечали. Мы пришли связаться с Самсона. Мы поступим с ним так же, как он с нами поступал. Отправились тогда три тысячи человек из Иудеи к расщелине Этамской скалы, где Самсон сидел, и спросили Самсона, неужели ты не знаешь, что Филистимли не господствует над нами? Что же ты это с нами делаешь? Самсон им ответил, как они поступили со мной, так и я поступил с ними. Тогда они сказали, мы пришли, чтобы связать себя и отдать руки Филистимлин. А Самсон потребовал, поклянитесь мне, что сами меня не убьете. Они ответили, нет, мы только свяжем тебя и отдадим им. А обвивать тебя мы не собираемся. Они связали его двумя новыми веревками и повели прочь от скалы. Новыми важный эпизод, то что новые, они такие эластичные, сыроватые еще немножко. Старые они такие уж заскорузлые. И смотрите, что у нас получается. Простые люди не хотят войны с Филистимлинами. Самсон ее хочет. Как будто Самсон при всей этой своей дикости исполняет некий замысел Божий. Более того, сама выдача Самсона, она ему способствует. Когда они подходили к лыхи, Филистимлине с криками выбежали ему навстречу. Тогда сошел дух Господина Самсона, и веревки на его руках стали для него все равно, что сожженный лен, спали с его рук. Подхватил он челюсть от скелета недавно умершего осла, вооружился ей и убил тысячу человек. Ничего себе челюсти. Тогда Самсон произнес, «Челюсть ослиной глыбы и груды, ослиной челюстью тысячу я уложил». Сказав это, он отбросил эту челюсть и дал имя место тому, Рамат Лехи. Рамат – высота. Лехи – челюсть, то есть челюстная высота, место, где как раз эти груды трупов челюсти были набиты. «Его мучилась сильная жажда, он возвал ко Господу». Вот устал, трудился, да, то есть никаких нравственных оценок, моральных сожалений. Просто вот богатырь за работу. «Он возвал ко Господу, задаровал своему слуге такую великую победу, а теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных». Необрезанные, то есть Филистимлине. «Тогда бог разверг землю, тот самый разлом, что и в Лехи, и оттуда потекла вода. Самсон напился и воспрямил духом, а этому месту он дал имя «Родник Завущего», и он есть Лехи и по сей день. Самсон был вожден в Израиле 20 лет, это было во времена филистимского господства. Как бы заканчивается история о Самсоне, но дальше будет несколько других историй, то есть 15 глава завершает, может быть, какой-то базовый цикл вот о герое, который постоянно воюет с филистимлянами. Как это произойдет, почитаем еще в 16-й и не только. Хотя нет, только в 16-й, да. Субтитры создавал DimaTorzok